Оголённые провода с видеонарушениями изоляции. Знакомый будет делать. Ну вот на днях. Сейчас с работы человек будет, не работает, но в субботу в сентябре придёт, будет делать. Спокойствие у хозяйки деревяшки на Комсомольской можно только удивиться и позавидовать. Живёт в прямом смысле слова на пороховой бочке. Кроме грубых нарушений изоляции электропроводки, пожарные насчитали ещё минимум пять аналогичных. Деревянный рукомойник к печи расположен слишком близко, а пол рядом завален легко воспламенимым хламом. А у самого отопительного прибора даже заслонки нет. И это при том, что в доме трое детей и старенькая мама. Вы что, это нормально? Нет, не нормально, знаю. Но когда вы какие-то меры принимали, нет к этому. Бывшая мужа попросила, до сих пор идёт. А вообще куда заслонка делась? Была? Была. Что добилась? Без понятия, я не знаю. Подобных семей на пять тысяч деревянных домов в Благовещенске около пятидесяти. Все на учёте в Госпошнадзоре. В холодное время года специалисты посещают их по два раза в месяц. Воспитывают не только наставлениями. Иногда помогают руками. Буду здесь под железом шпаклевать. Это китайцы, я половину полу убирал здесь. В частный дом на Горького Павел Павлов с женой, дочерью и внуком заехал три месяца назад. Полторы недели ушло на то, чтобы подготовить 70-летнюю печь к зиме. Сделал так, что замечаний у проверяющих не нашлось. Впрочем, не мудрюном. Мужчина проработал печняком всю сознательную жизнь. Она была в аварийном случае. Была как кочегарка, чёрная. Целую неделю жена отмывала это всё. Обдирала её, потом её шпаклевали, потом начали чистить, ну короче, прожигать. Прожгли, трубу пробили. Сейчас гореть отлично. Чтобы горело ещё и безопасно, специалисты советуют вычищать зольник после каждой топки. Памятки по правильной эксплуатации раздают ежедневно. Ведь с начала года в Благовещенске уже случилось 199 пожаров. Они унесли жизни 8 человек. Ещё 14 получили травмы, в том числе двое детей. Мария Селезнёва, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».